всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня видео будем готовить с вами куриные рулетики с сыром для этого нам понадобится куриное филе у меня сегодня филе бедра срезаю все хрящики какие-то прожилки лишний жир расправляя вообще конечно лучше брать куриную грудку мне готовить и не нравится больше далее отставляем наше мясо и тонкими ломтиками нарезаем помидорку режем достаточно тонко для того чтобы мы можно было легко свернуть все в рулет далее на очереди у нас любой твердый сыр у меня легкий вы можете брать абсолютно любой натираем на мелкой терке и готовим соус для этого нам понадобится любой натуральный йогурт специи по вкусу я использовал укроп и базилик в принципе вы можете брать и майонез и сметану все что вам угодно и зубчик чеснока также натираем все хорошенечко перемешиваем и наш соус для рулетиков готов все ингредиенты подготовили и переходим к приготовлению наших рулетиков каждое филе отбиваем молоточком для того чтобы мяско стало мягче тоньше и быстрее приготовилась каждое филе смазываем нашим соусом выкладываем помидорки сверху сыр и все плотненько сворачиваем и не забудьте заколоть зубочисткой я забыла про них поэтому делала все в конце и и Продолжение следует... Продолжение следует... Я сделала сыром, а себе просто соусом и сыром сверху не посыпала. Ну и отправляем наши рулеты в разогретую духовку где-то на 180 градусов минут на 30 или 20. Смотрите по готовности. Ну а пока наш обед готовится, переходим с вами к уборке. Так что ловите мотивацию на уборку, а именно на мытье посуды. Не оставляйте на потом, а все сразу убирайте по ходу дела. У меня, кстати, закончилось средство для мытья посуды. Я использую жидкое хозяйственное мыло. Вообще мне нравится это мыло. Его можно добавлять абсолютно везде. Я его добавляю иногда, когда мою пол. Стираю его для мытья посуды. Тоже оно отлично подходит. Он у меня такой, знаете, лежит на всякий случай, когда вдруг кончилось средство, и я забыла его купить. Вообще, знаете, все хочу взять за привычку мыть посуду в перчатках. Но никак не могу. Вот я несколько раз пробовала это делать в перчатках. Не получается у меня. Мне как-то неудобно. Знаете, без перчаток как-то лучше чувствуется эта посуда. Чистота. Я не знаю, как объяснить. В общем, не могу. Я непривычно мне мыть в перчатках. Хотя нужно. Я сама уже замечаю по своим рукам, что они уже как-то не очень выглядят из-за того, что это постоянно в воде. Руки высохнут. Опять я их мочу. Ну и, конечно же, моющие средства, они тоже, да, не из водички сделаны. Поэтому никогда не мойте посуду без перчаток. Берегите свои руки. Ну а я по привычке так вот мою. Ну и с мытьем посуды я закончила. Теперь останется вымыть раковину. Вообще, на ежедневной основе раковину я мою с моющим средством. То есть, тем, с чем мою посуду. Если, конечно, туда бросить чайный пакетик, и я вовремя не увижу, остается такое хорошее въевшееся пятно, такие загрязнения я мою с частином. Просто наношу его на поверхность раковины, оставляю на какое-то время, там, минуту на две, наверное, и потом просто смываю водой. Ну и переходим к мытью столешницы. Нужно вымыть рабочую поверхность. Я использую одноразовые вот эти тряпочки. Мне это очень понравилось. Одной тряпочки мне хватает, чтобы вымыть и обеденный стол, и вот рабочую поверхность. Очень они мне понравились, пусть это, конечно, не экологично, но удобно. Они не заваниваются, не приходится по сто раз их стирать, как обычные тряпочки вот микрофибрами, которыми я пользовалась. Пока мне нравится такой вариант, буду его использовать. С гарниром сегодня все проще простого. Буду варить макарошки такие вот, сегодня в пятерочке их купила. Знаете, это, наверное, самое простое блюдо, которое нравится всем всегда и везде. И готовится быстро. Любые макароны, спагетти или обычные тряпочки я готовлю ровно столько, чтобы скушать их за один день. Иначе, если убирать их в холодильник, на следующий день макароны становятся невкусные. Ну и такие вот аппетитные рулетики у нас приготовились. Макарошки. Рулетики, которые с сыром, выглядят, конечно же, аппетитнее, но на вкус они очень вкусные. Ну и все, на обед у нас сегодня макароны. Куриные рулетики. Ну, у меня без сыра рулетик, а с сыром он, конечно же, выглядит аппетитнее, если сверху сыром посыпите. Но я себе приготовила просто в соусе, а сыр только внутри. Всем желаю приятного аппетита, кто кушает. Всем пока-пока и до скорых встреч. Продолжение следует.